Аня, сегодня было у вас всего лишь два боя, полуфинал, финал. Как они для вас сложились? Тяжело было? Да, бои были очень тяжелые. Сразу нужно было включаться. Мы фехтовали, старались фехтовать на полную катушку. Какой из боев у вас получилось лучше всего? Полуфинальный или финальный? Ну, я думаю, что судить здесь тяжело, потому что финальный бой мы проиграли, но все же где-то не доработали. Я так думаю, что будем дальше думать, разбираться, что у нас не получилось. Понравилось фехтовать в команде с Катей Диченко, с Сашей Шаталовой? Да, это мой первый опыт с этой командой. Я думаю, что не последний. И думаю, что мы добьемся хороших успехов в этой команде. Возвращаясь к личным соревнованиям, за что получилось поиграть в Софью Великую? Ну, я настраивалась на этот бой. Как тактически с тренером мы работали. Он мне очень много сказал, помог. Потом в бою с Евгением Карболиной. Счет кардинально на бороду. Почему так? Ну, я думаю, что это моя ошибка личная. Наверное, расслабилась. Где-то начала фехтовать в ее стиле, что не нужно делать. Прошлый сезон для тебя успешен или все-таки бронза чемпионата Европы, чемпионата мира юниорского не такое утешение? Нет, конечно, успешен. Это для меня успех. И надеюсь, в этот юниорский год не фехтовать. Еще год. Будет все намного лучше. Я добью всех высот. Как готовы к новому сезону и какие у тебя цели и задачи на новый сезон? Цели, задачи. Первое место мира. Там хорошо выступить, показать все, что я способна. Стараться, по крайней мере. Сборы летом были с моим тренером из Петербурга. Мы хорошо тренировались, плодотворно провели лето. Спасибо. Большая удача тебе.